Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ и о том, что приносит и принесет в ближайшее время Украине и миру правление Трампа, а оно достаточно неожиданное и многие шаги, достаточно неожиданные во многих странах по-разному реагируют, государства в Украине по-разному реагируют, ну и конечно о том, что означает эскалация военных действий на Донбассе. Говорим сегодня с Дмитрием Корнеевичуком, политическим аналитиком. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с эскалации на Донбассе, потому что ситуация на самом деле сложная. И вот в последнее время, вот буквально сегодня распечатала со ссылкой на громадское радио заяву заступника Киривныка специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, и он говорит, что только за добу ОБСЕ зафиксировало 2260 порушений режима проклинания в огню. И так, беспрецедентная ситуация, и появился доклад ОБСЕ о том, что гибнут мирные жители. Снова и жители Донбасса, вот Донецка в частности, пишут о том, что таких обстрелов в районе Донецка уже не было с 2014 года. Вот такая вот история. Как вы думаете, что это такое? Ну, смотрите, я бы начал с того, что мне бы лично хотелось увидеть большую эффективность со стороны ОБСЕ, потому что пока что все, что мы слышим от мониторинговой миссии, это то, что есть обстрелы. А мне интересно все-таки было бы услышать, с чьей стороны обстрелы, кто стреляет, обе стороны стреляют, одна сторона стреляет. Потому что мы живем, знаете, в какой-то некой параллельной реальности, где каждая сторона конфликта предоставляет свое видение. То есть украинская сторона говорит, что стреляют по нам, с ДНР говорят, наоборот стреляют со стороны Украины, а в итоге гибнут люди мирные, и каждая из сторон пытается переложить друг на друга ответственность. Если мы говорим о причинах самой вот этой экскалации, которая сейчас произошла в районе Авдеевки, то я считаю, что здесь есть прямая связь со встречей между Порошенко и Меркель, которая должна состояться сегодня в Берлине, где в частности будут, точнее не в частности, а в первую очередь будут обсуждаться минские договоренности и их выполнение, а точнее скорее даже невыполнение, потому что мы видим, что уже с октября месяца по сути ничего не происходит, а военная экскалация только увеличивается. А вот по чьей инициативе устроили возле Авдеевки сейчас очередную бойню, ну тут хотелось бы услышать какое-то все-таки мнение независимого третьего наблюдателя со стороны того же ОБСЕ, потому что каждая сторона перекладывает ответственность друг на друга, ну а в итоге гибнут люди, гибнут солдаты, и вот имеем то, что мы имеем. Ну вот вы сказали, причина встречи с Меркель, почему вы это увязали? Что? Что дальше? Давайте причинно-следственную связь установим. Ну, скажем так, я могу только смоделировать ситуацию, потому что, ну... Ну понятно, конечно. Что на самом деле происходит, мы не знаем, ну если инициатором усиления боевых действий, которые сейчас происходят, например, является украинская сторона, то это попытка показать той же Меркель, что со стороны ДНР договоренности о прекращении боевых действий не выполняется, поэтому в свою очередь Украина не может выполнять основные положения минских договоренностей, касающиеся там проведения выборов, изменения в Конституцию, то есть те пункты, на которых постоянно настаивают участники минского формата, и в первую очередь та же Меркель. Если инициатором была сторона ДНР, то похожая ситуация, только теперь со стороны ДНР или России могут апеллировать Германию и показывать, что, мол, видите, Украина не соблюдает договоренности, не прекращает огонь, поэтому, ну, к чему тогда у вас претензии к России, то есть которая, по их версии, является гарантом, да, и которая должна что-то выполнять, потому что если мы смотрим, ну, заявления ведущих европейских политиков, то они достаточно, ну, критические, так, ну, не только к Украине и к России, да, и основной месседж заключается в том, что Россия ничего не делает, ну, для выполнения договоренностей. Теперь же можно, тоже российский МИД может апеллировать к тому, что, ну, а как мы можем что-то делать, видите, Украина постоянно стреляет. Ну, это я смоделировал ситуацию. Ну, а правда, вы же понимаете, как каждый будет видеть ту правду, которую он хочет видеть, к большому сожалению. Ну, вот, если дальше пойти-то, вот, каждая из сторон показывает возможное, да, может показывать, что другой, другая сторона не выполняет, что, в принципе, так и есть, да. Это что означает, что Минск умер? Да здравствует что? Минск, там, три, четыре, пять, дальше по списку, или это уже какая-то другая история в совершенно в новом меру порядке, там уже есть Трамп, к этому мы вернемся, где есть выборы во Франции вот на носу, где есть выборы в Германии фактически, практически на носу. Вы знаете, то, что Минск умер, я сказал еще в октябре прошлого года, после последней встречи в Берлине, в нормандском формате, когда по тем месседжам, которые были после этой встречи сказаны, было понятно, что каждая из сторон разошлась при своем собственном мнении, да, и те, скажем так, дипломатические слова о том, что будут собираться группа министров, представители, ну, нормандской четверки и вырабатывать некую дорожную карту, о том, что эта встреча должна будет состояться там в ноябре, потом это перенесли уже на декабрь, а потом... Ну, оно и не удалось. Да, а потом в итоге никакой встречи не произошло. Потому что на самом деле, ну, о какой дорожной карте мы можем говорить, если есть четко прописанные минские договоренности по пунктам, которые необходимо, ну, просто взять и по пунктам их выполнить. Или не выполнить. Ну, или не выполнить. Поэтому я считаю, что, к большому сожалению, Минск, ну, он не просто умер, а он уже, грубо говоря, начал разлагаться. То есть то, что мы видим с ужесточением боевых действий, это уже говорит о том, что Минск потерял свою, скажем так, самую главную функцию прекращения огня. То есть, ну, тот главный позитив, который я видел в этих договоренностях, да, что сейчас уже никто не обращает внимания на все эти мониторинговые миссии, все уже забыли о договоренностях контактной группы про то, что необходимо разводить войска. То есть все уже обе стороны конфликта перешли к открытым боевым действиям. И чем они закончатся, мы можем только прогнозировать. Я боюсь, что может стать только хуже. Ну, вот. Ну, вот некоторые западные эксперты, ну, в частности, вот Александр Рат, мы с ним говорили недавно, тоже он давал нам интервью. Он сказал, что Меркель не отступится от Минской договоренности, потому что, ну, как бы для нее уже... Для нее Минск это решение вот ситуации на Восточном фронте. А если Меркель не отступится, то тогда что? Ну, смотрите, формально, формально, минские договоренности будут продолжать существовать. Ну, вот, они никуда не денутся. Просто их никто не будет выполнять. Ну, вот Меркель от них не отступится. Будет продолжать дипломатическое давление на Киев, на Москву. А что? Ну, два года уже эти договоренности. Ну, продолжается это дипломатическое давление. А ничего не происходит. Мало того, насколько я понимаю, на Банковой ожидают, что после парламентских выборов в Германии, возможно, сменится канцлер. О, не может быть. Что вы такое говорите? Тут только вон с Хиллари историю ели еще до конца. Вот еще. Позволь себе так зло пошутить немножко. Да, и тогда, возможно, будет уже... Ну, а также сменится французский президент. И, возможно, будет провести некий пересмотр минских договоренностей уже на... Украинских условиях. Да, уже на украинских условиях. Но это всерьез вот так думают? Вот скажите мне честно. Ну, задумка такая есть. А как они себе видят эту реализацию на практике... Ну, это возможно, разве? Ну, здесь же, я говорю, все зависит... Понимаете, ситуация в чем заключается? Что Европа от войны на Донбассе, скажем так, откровенно, устала. Устала Европа от санкций, которые они вынуждены поддерживать против России, поскольку европейский бизнес теряет на этом миллиарды евро. Недавно было исследование, что только за прошлый год потери бизнеса европейского от санкций было около 30 миллиардов евро. Поэтому для Европы, в принципе, минские договоренности являются приемлемыми. То есть, и они постоянно это подчеркивают в всевозможных дипломатических заявлениях. Другое дело, что эти договоренности не хотят выполнять другие стороны. Ну, это не другие стороны, а основные стороны конфликта. То есть, мы видим, как торможение этого процесса и как со стороны Киева, так и со стороны ДНР. ДНР, ну, не будем сейчас упомянуть Россию, возьмем фактических участников. То есть, мы видим... Нет, ну, Россия фактический участник. Ну, возьмем формальных. Россия, по сути, выступает как де юра неким гарантом. Ну, мы же апеллируем к дипломатическим нормам. Ведь европейцы, с одной стороны, вроде как они в своих заявлениях обвиняют Россию, да, потому что она участник конфликта. А с другой стороны, нигде это в минских договоренностях не записано. Поэтому, знаете, это двойная дипломатия. Достаточно циничная, но что, собственно, и характерно для европейских и американских политиков, в которых мы, на самом деле, видим неких там гуру, а это, ну, такие же там циничные и прагматичные люди, как и украинские политики. Поэтому, что я вижу, что процесс будет тормозиться, по сути, в минские договоренности будут заморожены. А как они могут измениться? Возможно, Киев ждет, что какие-то свои изменения предложит, допустим, Америка. Потому что ходит уже информация о том, что США может стать непосредственным участником переговоров уже официально. Ну, то есть... Ну, то есть, вернемся к тому формату, о котором все время говорили, да? Да, то есть, что это будет нормандская четверка, пятерка уже вместе с Америкой. Ну, что творится, на самом деле, у этих... Ну, у нашей власти в головах, можно только, как бы, догадываться. Но, что видят простые люди? Люди видят войну и смерть. Поэтому, знаете, можно много рассуждать о наших политиках, о том, какие они там, стратегии, не стратегии. А, знаете, я схожу из позиции простых людей, которые, я думаю, что больше всего хотят, чтобы эта война закончилась. Причем с обеих сторон. Конфликт-то, как бы, с Украиной, с ДНР, чтобы, в первую очередь, перестали, ну, гибнуть люди. Ну, вот вы сами уже начали говорить о американской политике. Вот, буквально с первых дней Трамп подписал тело, собственно говоря, указы, которые он и обещал подписать еще во времена, там, своей избирательной кампании. Многих это шокировало, разные заявления звучали. Ну, и, конечно, весь мир там обсуждал, что, вот, будет состоится телефонный разговор Трампа и Путина. Даже было написано, когда все ждали, с Меркель и так далее. Тоже он говорил, Саландов говорил. Вот, как вы думаете, насколько штаты поменяют свою позицию по отношению к Украине, по отношению к России? Вот, поддерживаете ли вы тех, кто говорит, что Трамп практически одним рощерком может отменить какие-то частично санкции таким образом, там, как-то договорившись с Путиным? Считаете ли вы, что определенные связи некоторых людей в окружении Доналда Трампа могут здесь помочь России? Вспомним там разных людей о Москве и Сечина. Вспомним, как его не вспомнить, да, с его сроснефтью. Ну, и так дальше. Давайте немножко, если хотите, подумаем вот над этим направлением. Ну, смотрите, мне на самом деле очень смешно, когда там разные там эксперты, политики начинают давать некие прогнозы о том, что вот завтра там Трамп подпишет указ о снятии всех санкций против России и вот все все у них будет хорошо. Ну, мы прекрасно понимаем, что во-первых, это будет очень долгий процесс. Сразу ничего там не произойдет. Во-вторых, точнее, вот давайте мы рассмотрим саму ситуацию в американской политике. Трамп находится в достаточно сложном положении. Сейчас он находится под информационными ударами демократических СМИ, причем очень сильными. То есть, за каждым его действием следят. Его действия активно критикуют тот же Маккейн, который, с одной стороны, является представителем Республиканской партии, а с другой стороны, относится к группировке так назовем в группе товарищей, которые достаточно оппозиционно настроены к Трампу. Если мы возьмем его первые подписанные указы, то с технологической точки зрения он сделал все совершенно правильно. Именно поскольку именно сейчас, когда его рейтинг находится на пике, и учитывая тот фактор, что он все равно находится под прицелом информационных атак, терять нечего. Терять уже нечего, плюс его избиратели внимательно за ним следят, не отступит ли он своих обещаний. Трамп, его технологи, советники посоветовали все рубаной с плеча, показать, что он мужик, его никто не запугает. Я считаю, что с технологической точки зрения это совершенно правильная стратегия. Но тут получается очень много шума из ничего. Потому что если мы начнем внимательно все его указы рассматривать в приближении, то ничего особо страшного там не происходит. Например, с первого указа было приостановить медицинскую реформу Обамы. Что это значит? Это не значит, что он ее отменяет. Это значит, что она временно приостанавливается, а дальше уже на законодательном уровне в Палате представителей в Сенате будут вноситься некие изменения путем компромиссов между демократами, республиканцами. То есть это будет долгий и нудный процесс. Но выглядит эффектно. Обещал? Обещал. Остановил? Остановил. Строительство стены с Мексикой тоже начинаем строить стену. Но ведь слушайте, кто разбирается в этом вопросе знает, что еще с 90-х годов начато строительство этой стены. И собственно там из трех тысяч километров совместной границы где-то почти на полторы тысячи эта стена уже построена. Да ладно? Да. Причем она построена в самых пиковых местах попадания нелегалов. Поэтому собственно нелегалам приходится идти через пустыню. То есть работает она выходить с Казахом? Конечно. Эта стена есть и она уже существует. А что тогда президент обиделся и не поехал в гости к Трампу? В Мексике? Ну конечно. Ну возможно он как-то связан с потоком нелегалов через ту часть где стена еще не достроена. Вы это не говорили. На самом деле ни о чем говорю. Нет. Возможно речь идет о том что планируется достраивание еще там около полутора тысяч километров. Возможно речь идет о модернизации этой стены. Но это тоже будет очень долгий процесс. Но эффектно эффектно. Обещал подписал. Дальше указ Трампа о запрете въезда представителей мусульманских государств тоже подписал подписал а потом в тот же день на следующий окружной суд Нью-Йорка если я не ошибаюсь отменил ту часть указа которая касалась обладателей грин-карт. Это же не Украина. У них судебная система в Америке действует достаточно жестко. Мало того я думаю что еще пройдет какое-то время и мы увидим что этот указ или не выполняется или как-то трансформировался потому что это вызвало слишком жесткую критику Трампа внутри страны и поэтому он всегда может что-то или его отменить или немножко его смягчить показал своими избирателями ну я же сделал как я обещал но я же не могу допустить национальный раскол я же шел в президенты для того чтобы объединить страну это все политтехнологии известные известные в узком кругу но влияющие на жизнь каждого как показывает практика отношения с Россией Трампа я не мог понять почему было столько шума по поводу телефонного разговора Трампа Путина что должно было случиться во время этого телефонного разговора все первое впечатление главное нет речь шла о том что множество сми западных наших большие специалисты начали писать о том что во время этого телефонного разговора решится судьба Украины Сирии и отмены санкций но не решилась ну поговорили информационный повод хороший но не будет ничего быстро происходить даже если Трамп агент Кремля который только мечтает отменить эти санкции потому что уже он получился сигналы от Сената и Палаты представителей о том что будет подготовлен как только всплывет тема отмены санкций то есть голоса для того чтобы принять закон о том чтобы эти санкции провести в законодательстве законодательное поле именно законом а не указом президента то что он не сможет отменить это раз во вторых та информационная травля которую Трампу устроили с тем что он агент Путина и пророссийский вынуждает его не делать вообще никаких резких шагов на сближение с Россией то есть идут на воду даже на холодную да точно так же говорят с точки зрения политтехнологии демократы сделали все совершенно правильно то есть они нанесли удар на упреждение повесили ему ярлык агента Путина и теперь может даже те шаги навстречу которые Трамп и собирался сделать он теперь сделать не может потому что сразу подтвердятся все обвинения или все что вы скажете будет использовано против вас поэтому должны быть какие-то очень веские причины или какие-то шаги навстречу со стороны России для того чтобы Трамп мог отменить санкции или частично их отменить и смог потом это пояснить американскому обществу даже не просто американскому обществу еще и европейским дипломатам которые пристально следят за его действия я уже как-то говорил о том что в отличие от Украины американские политики они все-таки следят за своим рейтингом это у нас знаете приходит кто-то не следит за своим рейтингом мы к этому и вернемся еще на кого вы сейчас намекаете вообще я не на кого не наказываю я просто я говорю о тенденциях то есть у нас же рейтинги покупаются продаются а в Америке с этим как-то все-таки более серьезно да ладно вот как они промахнулись с Трампом а наши нет они американские а американцы не ну подождите мы тоже должны смотреть ну кто промахнулся если мы говорим о рейтингах то мы говорим о тех рейтингах которые давали СМИ демократов ведь смотрите мы любим рассуждать о том что вот в Украине продажные СМИ а вот на Западе а вот на Западе вот вот это те каноны журналистики те каноны демократии к которым мы должны стремиться ничего подобного нету точно так же жесткое разделение СМИ на демократические и республиканские и точно так же они грубо говоря мочат кандидатов друг друга точно так же запускаются фейки как и у нас в стране точно так же нет никакой объективности точно такие же проводятся там скажем так нужные себе там соц.исследования уже ну не на время не перед перед выбором и во время кампании а уже на последних этапах когда необходимо там склонить чашу весов там избирателей в ту или иную сторону поэтому конечно я не знаю кто там то есть для тех кто в принципе внимательно следил за ситуацией и более-менее ориентировался в том скажем так кризисе в американском обществе который есть то победа Трампа особым секретом не была скажем так вот ну так все-таки давайте дальше порассуждаем и все-таки вы говорите что Трамп не будет так слишком устраивать дружеские в кавычках отношения с Россией быстро а вот окружение его вы анализировали вот я смотрела например дебаты в парламенте и впечатление такое Тилерсон очень неплохое производит он такой уверенный в себе спокойный видно что он так понимает чего он хочет насколько он будет политически активен и насколько он правильные шаги будет совершить пока непонятно но увы как вот оценить окружение Трампа поговаривает что там много отстывников военных все больше мужчин меньше женщин что в принципе наверное плохо да ну смотрите я скажем так не буду персонально анализировать да ну конечно я проанализировал тенденции ну да то есть каждый президент подбирает команду по своему скажем так вкусу и конечно можно рассказывать о том что вот госсекретарь американский тоже Тилерсон да он будет там вести свою линию а Трамп будет вести свою линию этого нет ну то есть этого не будет то есть в любом случае все основные посылы будут даваться Трампом а там Госдеп там тоже или там Минобороны будут будут их выполнять поэтому я бы тут ну как же влияние ну Дмитрия как же влияние окружения на президента а как же формирование его там если хотите среды рассуждений размышлений принятия решений как же вот это куда это все девать что вы все развенчиваете просто на корню практически ну я опять же хочу сказать что Америка это не совсем Украина это в Украине существует практика создания так называемой теплой ванны для президента его окружением где там так назовем приближенные к телу Лиза Блюды все время ходят президенту рассказывают хорошие новости о том как все хорошо все замечательно и вообще у нас все очень круто ну а пока президент лежит себе там в своей ванне шоколадной или прыгает по пенькам там со страусами вместе его окружение занимается там решением своих проблем и кстати вот проблема власти Януковича заключалась в том что он пока он прыгал по пенькам его окружение приобрело скажем так такую власть и выстроило такую свою собственную вертикаль управления что ну президент как-то оказался не совсем и удел в итоге и именно вот это выстраивание этими окружающими так называемыми Лиза Блюдами своей вертикали власти кстати и стало одной из причин собственно Майдана ну в Америке немножко не так там формируется команда скажем так единомышленников ну назовем ее так да где они боятся там в узком кругу говорить какие-то неприятные вещи там анализировать там тенденции то есть потому что все-таки ну в Америке ну американская политика она ну все-таки намного сложнее нашей хуторянской знаете у нас у нас же в Украине нет политики это не политика это знаете как это не что такое опять на нашу политику нападаете у нас скандалы интриги расследования вот это наша политика ну ладно во всем мире политика это что украинская политика ну все-таки америка это все-таки глобальный игрок а мы к большому сожалению за 25 лет стали только пешкой ну это наша проблема в этом поэтому у нас наша вся политика заключается в том что наши ну одна половина клоунов а вторая ходит и интригует друг против друга возле тела главного вот это вся украинская политика то есть говорить о каких-то там принятии стратегических решений не приходится потому что все равно у нас у нас нет стратегии у нас есть тактика ситуативная знаете что-то надо делать все собрались вы давайте что-то делать то есть так чтобы моделировать ситуацию там смотреть к чему приведут те или иные шаги потому что если бы у нас были хоть какие-то малейшие стратегии при власти то они бы понимали какие конкретно договоренности они подписывают в Минске и что это за собой влечет хотя бы надо было подсчитать я не знаю они вообще читали что не подписывали или не читали потому что ну там по пунктам расписано что надо делать как бы да и если это все выполнять это приведет к падению там рейтинга Порошенко и президента он уже не будет в той скажем так уропатриотической эйфории которую они развели в стране просто знаете они сначала подписали а потом начали считать ой а мы это выполнять не будем и началось уже знаете это ерзание на одном месте в итоге ну а знаете а это двухгодичное ерзание привело в итоге к возобновлению боевых действий потому что знаете долго миш-кроплын бегать не получается поэтому возвращаясь к Америке я говорю что ключевые решения все будут в принципе ну советуюсь конечно со своим окружением будет принимать Трамп а что хочет Трамп на самом деле вы знаете но есть есть предвыборные какие-то обещания но их все дают а знаете тут надо будем посмотреть надо посмотреть что он будет реально делать на практике то есть конкретные его шаги то есть видим там первые указы он подписал какие-то то что обещал но это в большей степени пиар да а взаимоотношения с Россией ну я так понял что пробный камень уже брошен по поводу там сотрудничества против ИГИЛа то есть вот вышла информация после там прислушивания да телефонного разговора Трампа с Путиным о том что там будут искать какие-то камни точки соприкосновения ну посмотрим что это будет на практике а по поводу Украины я прогнозирую что первое что первое изменение которое коснется да там отношение к Украине будет заключаться в том что пока американцы полностью дистанцируются от всех так скажем так политических дрязг у нас в стране то есть будут принимать гонцов со всех сторон ну скажем так со стороны оппозиции они уже собираются этих гонцов принять а вот со стороны власти это большой вопрос потому что Петр Алексеевич его команду умудрились все-таки во время избирательной кампании США влезть туда куда не надо было влазить за него в сторону Клинтон ну и теперь я так понимаю что пытаются теперь найти обходные пути для встречи с Трампом но ничего не получается потому что как бы с одной стороны Порошенко в Довосе рассказывает о том что я встречусь с Трампом ближайшие недели у нас договорено о встрече а потом Клинкину и тому же Чалову приходится оправдываться рассказывая о том что на самом деле имеется ввиду поездка Порошенко в ООН в Нью-Йорк и там возможно состоится встреча знаете мне напоминают встречи которые в последний год организовывали с Обамой Януковичем вот он тоже знаете это так же в Нью-Йорке так же у нас есть ООН знаете случайно встретиться в коридоре здрасте здрасте даже без фотографий вот так эти встречи когда Янукович уже находился в международной опале в принципе в такой же опале приблизительно уже находится и Порошенко ну вот смотрите это вот одна сторона медали а вот есть другая у нас же есть наши там ближайшие были партнеры ну скажем Польша которую мы всю жизнь Польшу называли адвокатом Украины в Европе и вдруг мы рассорились с Польшей но не то чтобы рассорились ну как бы вот неприятный какой-то появился у нас оттенок во взаимоотношениях ну и тут мэр этого перемышлят запретили мы ему въезд снова разрешили чтобы в принципе тоже не сработало там на нашу на наш имидж в положительную сторону наверное я так думаю можете ошибаюсь вот скажите мне пожалуйста и вы уже не первый эксперт которому задают этот вопрос как вы думаете почему в какой-то момент наши такие вполне рациональные дружественные я не знаю очень какие-то адекватные отношения с Польшей вдруг оказались в зависимости от исторических казалось бы ну таких далеких и пусть простят меня историки для многих современных людей там политиков которые занимаются реал политик каких-то может быть даже абстрактных вещей и вдруг вот это так оказалось болезненно что это такое почему и насколько существует такая опасность ну скажем во взаимоотношениях тоже в Венгрии например мы видим там достаточно жесткие какие-то заявления что это происходит такое вы знаете я никогда не считал на самом деле Польшу адвокатом Украины и всегда очень скептически относился к этой роли Польши мы должны на вещи смотреть прагматично что есть Украина для Польши с одной стороны это рынок сбыта с другой стороны это буфер между Польшей и Россией и поляки за свою историю достаточно пережили тесных взаимоотношений с Россией там разделов захватов аннексий и так далее поэтому они прекрасно отдают отчет что значит иметь вот этот огромный буфер между собой и достаточно непредсказуемой в какой-то степени России поэтому все действия Польши всегда были в какой-то степени направлены на то чтобы Украина имела некую проевропейскую ориентацию стремилась в НАТО постоянно этим буфером оставалась под влиянием Европы или НАТО то есть не шло по пророссийскому вектору не стала членом таможенного союза не стала членом военного союза чтобы на территории Украины не появились какие-то российские военные базы ну чтобы в принципе поляки чувствовали себя в безопасности это раз во вторых скажем так имелся достаточно ну большой какой-то кредит доверия украинской власти со стороны той же Польши о том что все-таки Украина сможет провести там какие-то необходимые реформы и получить безвизовый режим там может там какую-то заявку на членство на членство подать то есть в принципе полякам ну интересно Украина как определенный союзник потому что мы же прекрасно знаем что Евросоюз это там такой конглаберация состоящая из разных групп влияния одни страны там пророссийские одни вторые там сами себе на уме некоторые там новые члены Евросоюза имеют включая Польшу имеют проамериканский вектор и у них постоянно идут между собой там эти кулуарные разборки что собственно мы видим на процессе торможения получения для Украины безвизового режима что это точно так же там кулуарные разборки здесь поляки получили определенное разочарование потому что в какой-то степени они не то что поручились пытались лоббировать Украину выступали адвокатом своих конечно корыстных целях но я бы еще не списывался счетов исторический фактор все таки несмотря на то что прошло уже много лет все равно поляки рассматривают определенную часть западной Украины как свою историческую территорию то есть они конечно могут это скрывать особо об этом дипломатично не говорить но все равно оно проскальзывает и вот эти все причины какой-то неприязнь я не вижу особо любви между поляками и украинцами на самом деле Россия смотрит на Украину как на часть большой империи Советского Союза это же наши что это они балуются в государственность играет уже поиграли за 25 лет хватит заниматься непонятно чем ну так и поляки в принципе на западную Украину смотрят как там на свои территории и собственно отсюда возникают эти все конфликты они там так или иначе вылазят и в четвертых мы должны понимать что в Европе тоже сейчас экономический кризис и в Польше экономический кризис и учитывая большой поток украинских рабочих в ту же Польшу естественно это вызывает антиукраинские настроения потому что идет борьба с рабочими местами потому что украинцы работают дешевле там каких-то вопросов может они где-то работают качественно но в первую очередь они работают дешевле поэтому как бы нанимают их и соответственно знаете всегда так исторически было что если возникает проблема кризиса возникает проблема потери рабочих мест люди ищут врагов а кто враги ну конечно те кто приходят на их рабочие места поэтому здесь множество факторов в взаимоотношениях между Украиной и Польшей но здесь я говорю понимаете еще проблема отсутствия какого-то вот у нас в Украине национального самоуважения да то есть если мы вот все-таки посмотрим на политику Польши да знаете маленькая гордая страна но все равно поляки стараются в большей степени отстаивать свои национальные интересы когда они смотрят на Украину которая сегодня бежит в одну сторону завтра бежит в другую сторону послезавтра в третью где одна половина страны не может найти компромисс с другой ну то есть знаете вот они уважают всегда знаете там равного или хотя ну там сильного или равного да а к слабому всегда знаете такое презрительное отношение поэтому вот такие вот у нас сложные отношения с Польшей ну смотрите если даже посмотреть на страны входящие в бывший Советский Союз ну вот скажем Беларусь вот тут же самый Лукашенко вовремя сориентировался и предложил Минск как площадку для переговоров плохо ли хорошо но тем не менее он там будучи в Апале его называют последним диктатором Европы и со всеми другими уже не называют так вот я об этом и говорю до этого называли а сейчас не называют то есть он нашел что предложить Западу давайте посмотрим Астана пожалуйста вот давайте переговоры там по Сирии вести да тоже как-то сориентировались вот скажите есть что-то такое что Украина могла бы предложить миру чтобы все-таки ну вот избавиться от вот этого вот незаслуженного а может быть ошибочного если хотите такой позиции слабого игрока или какого-то извините практически игрока у которой нет субъектности хотя с этим не согласна но тем не менее многие же об этом говорят правда и не только во вражеских российских СМИ но и в западных СМИ тоже давайте не будем забывать что многие послы разных стран не будем называть позволяют себе высказываться в отношении совершенно рядовых случаев в украинской действительности политической не стесняясь выражениях правда и это конечно достаточно больно воспринимать честно говоря и так что Украина может предложить вы знаете для того чтобы что-то предложить нам необходимо разобраться в себе пока мы не можем консолидировать страну пока у нас идет война пока у нас знаете одни грабят других и будут грабить пока у народа не заберут последнее судя по всему то мы знаете мы еще до конца не можем как государство состояться к большому сожалению то есть нам пытаются в какой-то степени внушить некий эфемерный патриотизм но знаете очень сложно быть патриотом когда тебе нечего есть и вот у нас знаете патриотизм пытаются подменить социальное благополучие Украине много еще есть предложить на самом деле миру то есть мы у нас удачное географическое расположение мы транзитная страна мы аграрная страна вот транзитная последнее время кстати тоже там много спорных вопросов правда да но тем продолжаем да но это тоже важный нюанс то есть у нас достаточно умные люди то есть есть ну как бы интеллектуальный потенциал который правда не все уезжают на запад потому что здесь не находят себе применения потому что знаете у нас мы живем в стране которой ты не нужен то есть то есть вроде как страна есть но у простых людей постоянно идет борьба за государство государство все пытается сделать так чтобы тебе было хуже жить чтобы ты только думал о том как бы отсюда слинять так вот мы должны сначала себя идентифицировать мы должны как бы ну построить свою страну а потом уже что-то предлагать миру потому что ну пока наши власти находят что предлагать вот вам труба качайте там через нее газ а вот вам не подожди ну а вот рядом с трубой то не забываем про северный поток правда там что там два и так далее на всякий случай да смотрите это следовало ожидать ну потому что не всегда мы будем знаете то есть времена меняются то есть а мы остаемся знаете в парадигме Советского Союза вот у нас труба есть и она будет всегда через нас всегда будут качать нет не будут потому что сейчас все страны пытаются проводить определенную там диверсификацию да ну зачем то же Россия зависит от Украины они уже позависели с трубой им это не нравится то есть им приходилось напрягаться все время выдумать вот эти газовые войны там еще что-то там ну они предлагали там помните создать консорцию по управлению этой трубой но ничего в итоге не вышло в Германии по-моему да с Германией да с Германией ну окей не хотите мы построим обходные трубы вокруг вас то есть я жил что проблема заключается в том что у нас все наши власти мы не строим страну да мы занимаемся тем что мы ее грабим там последнее знаете там то что еще осталось там от Советского Союза 25 лет уже там пилим 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 остались у нас еще ресурсов то все-таки много было если 25 лет еще не допилили видите а оно еще не что пилить но их все меньше и меньше потому что уже знаете коллапс то не за горами на самом деле то есть а давайте строить будем аграрную страну ну окей там будем пойдем по пути Аргентины а что такое аграрная страна ну мы и так аграрная страна мы ее уже построили вон у нас крупнейшие транснациональные корпорации выкачивают нас выкачивают последние там полезные вещества наших черноземов выращивая там рапс кукурузу зерно и гонят на экспорт то есть скоро у нас уже просто ну еще не останется никаких черноземов мы полностью с приходом этой власти погубили там машиностроение самолетостроение то есть ну как бы вы знаете мы вот мы как-то знаете все страны движутся там ну прогрессивно там по пути создания каких-то технологий а мы движемся вот назад в 19-е там в 20-19 век а мы идем назад поэтому сначала строим нормальное государство для людей а потом начинаем что-то уже предлагать потому что ну вот если мы там говорим о Беларуси да ну Лукашенко же выстроил сначала государство да там все с него смеялись ха-ха-ха там что-то можно в этой Беларуси построить да что там у него ну построили да да и туда идут например идут швейцарские инвестиции швейцарские я хочу увидеть как швейцарские инвестиции пойдут в Украину Казахстан тоже выстроили страну выстроили поэтому туда обращаются ну как можно там проводить какие-то устраивать какие-то площадки для переговоров их там рассматривают как каких-то определенных посредников ну а с нас к сожалению мы сейчас находимся в такой ситуации что нас в лучшем случае только жалеют поэтому знаете давайте построим страну а потом уже будем предлагать ну раз уж о строительстве страны то последний вопрос традиционный а куда без этого выборы там в этом году будут пока там запад не понял еще что Трамп еще готовится там выборы в Европе свои что ну я бы рассмотрел два возможных сценария давайте первый сценарий это если технологи советники там кто там окружает Петра Алексеевича все эти страшные люди все-таки надумают включая его как центр принятия решений надумают что сейчас пока еще рейтинг там у него остается остается еще какой-то там рейтинг БПП то возможно стоит провести там весной или летом досрочные выборы возможно просто парламентские возможно парламентские президентские но я думаю скорее всего будут парламентские потому что на них надо будет протестировать все технологии потому что ставить на кон президентство извиняюсь но я думаю что на такой риск они не пойдут а на парламентские может быть и в принципе сейчас у них есть достаточно механизмов для того чтобы ну завести в принципе самую крупную фракцию точно так же по прежнему точно так же за счет админресурса за счет мажоритарщиков за счет там определенных фальсификаций мы же не забываем в открытом уголовном деле на главу цикла Ахиндовского которого до сих пор никто не меняет и он по прежнему глава цикла ну с другой стороны он не осужден он презумпция невиновности всегда ну да я просто хотел бы посмотреть в какой там западной стране во главе главного там счетного органа голосов избирателей оставался бы человек с открытым уголовным делом ну то есть ну в Украине в принципе на это знаете никто не обращает внимания то есть это вариант первый а вариант второй который также рассматривается это то что будут ждать восемнадцатого года выборов как они положены по сроку до этого времени в принципе рассчитывают что и пойдет падение рейтинга у основного конкурента Тимошенко у которых в принципе пик естественно ну за два года есть достаточно скажем так политических технологий с помощью которых можно поработать над рейтингом ну и политических там и силовых технологий с помощью которых можно поработать над основным конкурентом чтобы у него рейтинг уменьшился Кроме того, думаю, что к 2018 году уже экономическая ситуация будет такая Что на мажоритарных округах голоса можно будет покупать уже не по 400 рублей, а по 100 люди будут Я думала, вы скажете, что у нас будет все-таки экономический рост У нас рост, между прочим, экономический, а вы шутите там слово Экономический рост только в голове у Гройсмана, а также у членов Кабмина, которые себе повыписывали в декабре надбавок за плодотворную работу По 10-20 тысяч, то есть они плодотворно работают А так, в принципе, я думаю, что если поинтересоваться у бизнеса или у унылых олигархов, потому что им всем не весело Они унылые, да? Да, они все в таком количестве долгов Вот народ порадуется, между прочим, если олигархи унылые, вот народ так и скажет, так ему надо Ну да, ну, конечно, с одной стороны, конечно, весело, с другой стороны, это десятки тысяч рабочих мест, а также поступление валюты в страну То есть, знаете, тут как бы можно с одной стороны питать паралитарскую ненависть, а с другой же тоже кушать хочется Да, так вот, возвращаясь к второму сценарию, возможно, второй вариант это проведение очередных выборов, как они по закону идут В 2018 году, к тому времени будут уже раскручены проекты-сателлиты, которые сейчас банковая запускает, которые должны будут также оттягивать голоса у оппозиции Ну и с помощью этих сателлитов, нехитрых манипуляций, в принципе, можно будет завести фракцию меньшего размера, чем сейчас у БПП есть Но с помощью всех этих сателлитов, нефракционных, которых потом сбить в разные депутатские группы, еще чего-нибудь Ну, короче, можно будет сформировать коалицию, потому что, знаете, у нас же сейчас же коалиция существует вроде как, а 226 голосов никто не видел Поэтому, знаете, ну, можно, произведение, такую же будет и сформировать Вот такие вот, собственно, два сценария рассматриваются Ну, а президентские выборы, я думаю, также мы увидим в положенный срок в 2019 году Потому что я не вижу механизмов, если сам Петр Алексеевич не захочет уйти добровольно Механизмов досрочного прекращения его полномочий Потому что закона об импичменте у нас нет Максимум можно эту процедуру в парламенте начать, но благополучно в судах ее и потерять Ну, вот такие вот два сценария власть рассматривает Ну, а оппозиция, конечно же, хочет надеяться на лучшее Ну, а простые люди, тем более, все ждут, когда придет добрый дядя или тетя метло, эту власть выгонит Но, к сожалению, она же вроде как демократия Поэтому придется ждать выборов Но, знаете, на самом деле, тут очень много будет зависеть от людей Потому что, ну, как бы, все-таки, знаете, давайте не будем ждать добрых дяди и тетей А все-таки мы, ну, придем на выборы и против этой власти все-таки проголосуют Потому что, знаете, учитывая низкую явку, например, на местных выборах, которые были То есть люди точно так же надеялись, что кто-то придет и за них все решит Лучше не надо Да, а никто не решит, надо приходить и голосовать Ну, вот такая вот ситуация Ну, я не знаю, наверное, на такой оптимистичной все-таки Но, Дмитрий, спасибо вам огромное Мы заканчиваем наше интервью Я хочу напомнить, что Дмитрий Корничук, политический аналитик, был сегодня у нас в студии Мы продолжаем прямые эфиры на Укралайф ТВ А вам, Дмитрий, спасибо огромное И всегда рады видеть вас в студии Спасибо Спасибо